Мои родственники А это я. Всем привет. А это моя соседка. Учаивительная бабочка. Красоту ее крыльев я могу сравнить разве что с радугой. Я очень люблю забираться на тонюсенькие ветки деревьев и наблюдать. Кажется, уже пришла пора знакомиться. Итак, я рыжий лесной муравей. Меня зовут Формика. А еще меня зовут Непоседа. В этом есть доля правды. И я не могу сидеть на одном месте. Наверное, поэтому у меня много знакомых, которым я люблю задавать вопросы. И, конечно же, как и в Сергии, я люблю получать на них ответы. Вот бабочка. Эй, бабочка, как тебя зовут? Привет, муравейшка. Посмотри на мои крылья. И ты сам догадаешься. Тебя зовут Зубокрылка, наверное. Крылышки у тебя на краях сел в зубчиках. Почти угадал, Непоседа. Меня углокрыльницей зовут. И для чего же тебе такие крылья? Смотри внимательно. Я крылышки сложила, и нет меня. Я спрякнулась. Эй, осторожно! Гри хвостка! Улетела. Ну, я-то как переволновался. Среди моих родных, а их только в одном нашем муравейнике, около миллиона. Я до сих пор не встретил никого с крыльями. А как хотелось бы. Пусть даже это будет кто-то другой, а не я. Пусть хотя бы один из нас, муравьев, будет крылатым. Это ведь так здорово. Взмахнуть однажды крыльями и полететь. Так в чем же секрет тех, кто летает? А, секрет таится в крыльях. Посмотрите, какие удивительные крылышки у этой бабочки-голубянки. Имея такие крылья, можно в одно мгновение взлететь на ветку, а не ползти на нее долгие полчаса. Да уж. Что внизу делается? Настоящее собрание бабочек? И вы, беляночки, зачем собирались вместе? А зачем крылышками мажете, а не летите? Мы других бабочек к себе зовем. А как их еще позвать? У нас ведь голоса нет? Нет, нет, нет. Ничего себе. Крылышки вместо голоса. Подумать только. Я всегда восхищался крыльями бабочек. Они окрашены по-разному. И играть могут всеми цветами радуги. Оказывается, что окраска их крылышек нужна и чтобы спрятаться, и чтобы отпугнуть врага. А еще для того, чтобы привлечь других таких же бабочек. Окраска крыльев – это как сигнальные огни. Бабочки узнают друг друга не в лицо, а по крыльям. Ох, вот я уже на цветок сон травы забрался. Такой же яркой, как крылья бабочки. Цветы и бабочки созданы друг для друга. Бабочка пьет нектару цветка и переносит пыльцу на другой цветок. Да, и тоже похоже на открытие. Представляете, как это важно. Взаимная польза для всех тех, кто живет рядом, друг с другом. Ой, Формика, что-то голова у тебя становится все тяжелее и тяжелее. И спать хочется. Неужели это действие сон травы начинается? Придется срочно почистить усики. Ведь именно усиками я воспринимаю окружающий мир. Интересно, а у кого еще есть крылья? Крылья. Вон, видите, июньский хрущик. Тоже на цветках копошится. Про питание себе ищет. Хрущик, а хрущик, а у тебя крылышки есть? Конечно же, есть целых две пары. Верхние крылья у меня жесткие и прочные. А под ними еще одна пара крыльев, тонкие и прозрачные. Ох ты, здорово! А какие самые важные крылья? Смешной ты, муравьишка. Мне и те, и другие важны. Нижние крылья для полета, верхние для защиты. Да, подумать только четыре крыла. А это кто такой? Словно рыцарь в сверкающих доспехах. Я, жуб бронзовка, прилетел на цветы ириса, чтобы отведать вкусные пыльцы. Так, понятно. Ну, а крылья у тебя для чего сверкают так ярко? Во-первых, любопытный муравьишка, среди ярких цветков они меня незаметным делают. А во-вторых... А второпыга такой! А во-вторых, они моим родственникам сигналы подают. Так, понятно. Все как у бабочек. И в прятки играть помогают, и как сигнальные огни работают. Еще бы бронзовые крылья иметь. Эй, да он здесь не один. Ну, конечно же, всем хочется вкусные пыльцы и сладкого цветочного нектара. Жуки, бывает, даже на слонов похожи. Их так и зовут все. Эй, слоники, привет! У цветочных клопов крылья не такие твердые, как у жуков, но сверкают ничуть не хуже. Если вы думаете, что броня для насекомого излишества, то вы серьезно ошибаетесь. Наша жизнь — это небеспечный праздник на цветочной полянке. Ну вот, кажется, погода начинает портиться. Не иначе близится гроза. Эй, жуки, бабочки, клопы, мухи, дошмели! Срочно всем в укрытие! А жуки не боятся ничего. Даже такого ужасного ливня. Пока три! Вот когда крепкие крылья помогают. КОНЕЦ Дождь уже закончился, а майский жук никак не может выпраться из воды. Кто мог подумать, что простая лужа в мгновение ока превратится в безбрежный океан? Да чего ж я любопытен? Я ведь не клоп водомерка, и вода вовсе не моя стихия. Но ведь так интересно узнать еще что-то новенькое. Так, форника, давай поближе к воде. А теперь на листочек еще один шажок. У-у-у! Ой-ой-ой! Листочек-то течением речным подхватило. А на листочке я остался. Вполне сухопутный муравей. Стоп! Главное не паниковать. Листок сухой и прочный. Вполне надежный корабль. Так что бояться нечего. И кто сказал, что муравей не способен к плаванию? Ух ты! Смотрите, смотрите! Какие необычайные насекомые над рекой летают. Крыльями сверкают. Вот это крылья, это крылья! Эй, вы, красотки, как вас зовут? Красотки. Неужели так и зовут? Так и зовут. Не сомневайся, муравейшка, мы стрекозы-красотки. Ну вот, и красивые, и стройные, и веселые. А летают как! И у каждой по четыре крыла, отливающих всевозможными цветами радуги. Удивительно! Но где бы я ни путешествовал, и в лесу, и на лугу, и возле реки, всюду мне встречалось огромное количество моих крылатых родственников. Бабочки, жуки, клопы, пчелы, стрекозы и мухи, сотни, тысячи, десятки тысяч насекомых. А крыльев тогда сколько? Самая настоящая живая радуга. Ну всё, пора домой. Что-то я слишком увлёкся своими водными приключениями. Кто сказал, что муравьи не могут плавать? Муравьи могут всё. Только, наверное, летать не могут. До заката солнца все муравьи должны вернуться в свой родной муравейник. Это закон. Вернулся я, чтобы ночное время провести в подземной части моего дома. И, приветствуя усиками своих собратьев, я вдруг увидел крылатых муравьёв. Вот они, рядом с нами, с бескрылыми. Смотрите и удивляйтесь, и радуйтесь вместе со мной. И пусть крылья есть не у всех муравьёв, всё равно, теперь я точно знаю, мы ничем не хуже остальных. И мы умеем летать. Летать и удивлять, и радоваться жизни, и радовать других. Летать, как миллионы других неповторимых существ. Ведь именно мы все, все вместе, и создаём этот удивительный мир, имя которому «Живая радуга». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok